Приветствую вас, давайте мы разберегем ваш вопрос. Значит так, отношения со свекровью и стоит ли жить рядом с ней? Ну, я думаю, что стоит ли жить рядом со свекровью или нет, решаете вы и только вы. Больше никто за вас ответа на этот вопрос не знает. Мы с мужем последние три года живем в доме свекровью. Отношения у нас не особо не складываются, в основном у нас прохладные нейтрально-официальные отношения. Но я думаю, что с точки зрения какой-то такой остановности, если хотите, на мой взгляд, вы уже, вот, в какой-то степени совершили ошибку, да, в том, что согласились жить, вот, а со своим мужем в доме свекровью, потому что, ну, чаще всего эта история, она такая, что двум хозяйкам, вот, довольно сложно, ну, как-то, вот, находиться на одной территории, да, и, вот, всегда будет какой-то, ну, всегда, в большинстве случаев, может быть, какое-то напряжение, может быть, какое-то. соперничество, вот, и это, наверное, нормально, вот, но не все люди только могут на это реагировать спокойно, вот, не у всех людей получается. Реагировать на это спокойно, вот, поэтому я думаю, что это была, вот, в какой-то степени, ну, ваша ошибка, то, что вы, получается, вот, решили своим мужем, да, как-то, вот, ну, жить вместе с выкрой, с выкрой. Да, конечно, есть, ну, возможно, есть, какие-то у вас обстоятельства до этого, да, то есть, вот, но, тем не менее. И, поэтому я думаю, что, вот, говоря об этом, хотелось бы, наверное, уточнить, вот, как, как вы пришли, на себя. Потому что, чтобы, ну, чтобы, ну, чтобы жить вместе с, ну, надвигаться, вот, Absolutely. хотелось в этот момент раскрыть. Потому что на мой взгляд это очень важно. И на мой взгляд это может определять то, как сейчас вы себя чувствуете. Дальше. Значит, я слишком мнительный, много принимаю на свой счет и не умею постоять за себя и не всегда могу найти, о чем поговорить со свекровой, раздражаясь от ее бесконечных советов. Смотрите, а вот здесь, конечно, история не про свекровь. Конкретно здесь, да, конкретно в этом аспекте. Конечно, не про свекровь. Речь. Больше. Больше. А про вас. Это. Я надеюсь. Понятно. Потому что то, что применительно. Ну, то есть вот. Ага. Говоря. Значит. Говоря другим языком. То есть вы несколько вот такая, да, получается. тревожная, да. То есть вы, ну, чувствуете, чувствуете себя. Вот. Тревожная. Это на мой, на мой скромный взгляд. Проблема. Проблема больше ваша, нежели чем в свекрови. Вот. То, что вы спушуете, спушуете, то, что вы не знаете, о чем говорить, да, и так далее. Это вот на мой взгляд. Все-таки больше про, ну, про ваши особенности. Вот. Значит, ну, никак не про саму фигру, потому что, ну, она ведет себя, ведет себя с вами так, как, ну, как может, ну, да, как, как у нее получается и так далее. Вот. Поэтому тут, конечно, я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вам, очевидно, может быть, дискомфортно или неприятно, но вот вопрос, вопрос, вопрос именительности вашей, ну, на мой взгляд, нужно, по крайней мере, ну, по крайней мере, в парад, там, решать вам стоять. Вот. Также я думаю, что, то, что, то, что, то, что вы, ну, не можете найти, о чем поговорить, да, со свекровью, со свекровью, вот. Мне кажется, что это вообще некоторое такое стеснение, стеснение в ваше некое такое подавление себя, вот, ну, зажимание, может быть, может быть, база, вот. А то, что вы, то, что вы, значит, раздражаетесь от ее советов, да, это вот слабая опора на себя, вот. Ну, то есть, вот, просто слабо отправитесь на, ну, на свои, скажем так, ценности, да, на то, что вам важно, ну, может быть, даже, вы не привыкли вообще обращать внимание на это, то есть, если человек, вот, ищет все время поддержки, да, совершенно другие вот, и, например, вот, ну, на то, вот, искать поддержки, то другой человек, в данном случае мы говорим о свекрови, будет воспринимать это как слабость, как некую такую тенденцию к тому, чтобы вложаться, и соответственно будет себя размещать более активно. Поэтому здесь повышать компакт с собой обязательно, ну вот прям необходимо повышать, необходимо повышать компакт с собой, с самой собой, вот. И тогда, я думаю, вам будет куда проще будет просвещать совет внутренним. Я слишком. Так. Свекровь, я очень любит раздавать советы, принять помощь, быть в курсе, что где когда, считает, что с удовольствием права, обижается, если к ее мнению не прислушивается, или поспорили с ней, вообще дикий советовок я в лес, когда хожусь, только не нащакиваю, как она в пределах дома задней. Так, ну тут вы и пишите про нее. Настроение очень переменчиво, только вроде дочка была через полчаса медуза, а выглядит и сожрут. Я боюсь, я боюсь, что это ваши проекты, вот. Есть у меня, есть у меня вот такие опасения, что вы вот проектируете, ну проектируете несколько на свекровь свои переживания, вот, свои собственные ощущения, вот, есть у меня, есть у меня такое, есть у меня такое ощущение. вот, естественно, я не уберусь утверждать этого наверняка, вот, но, есть у меня такое чувство, вот. вот, поэтому тут вот тоже нужно смотреть, да, нет ли проекций, какие-то, какие-то, вот, и уверены, я думаю, в том, что это не вам, ну не вам видится вот так. То есть, может быть, вы вот, ну, в какой-то степени, сами, значит, злитесь, например. Нас выгодно вас играть, да, за что-то, и у вас появляются вот такие ощущения, вот. Вообще, я вообще умею держаться в руках, не спорю с ней, не высказываю, никогда не хамлю, даже, даже когда откровенно бить. Я думаю, что вот такая, такая излишняя наша способность задает, задает для свекрови, какой-то такой, вот, подходящий форм, вот, значит, чтобы, ну, как-то, как-то, вот, получается на вас, ну, давить, да, набавливаться и так далее. Потому что, ну, излишняя пассивность, она, в общем-то, ну, ни к чему, ни к чему, ни к чему хорошему, излишняя пассивность не приводит. Вот. Ну, я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что вы сами об этом, ну, об этом. Знаете, я думаю, что сами, вот, какой-то, в какой-то степени, об этом, что, например, так. Поэтому, личные границы нужно укреплять, вот, о своих числах нужно заявлять, да, то есть, ну, нужно говорить о своих числах, вот, о том, что вы чувствуете, о том, как вам хочется и так далее. И, значит, ну, к обидам, да, это, вот, совсем, совсем необязательно. Это должно приводить к обидам, вот. То есть, вот, я думаю, что здесь вы, вероятно, хотели бы быть более резкой, вот, по моему мнению, да, вот, но вы себе не позволяете, то есть, ну, как бы, вы себя зажимаете, получается. Вот, да, опять же, это, вот, это мое, мое скромное мнение, что вы себя зажимаете, выжимаете несколько. Вот, то есть, для вас, мне кажется, более естественно, было бы быть более такой импульсивный, импульсивный, да, вот, для вас было бы, естественно, быть более такой, может быть, резкий, да, вот. Вот, вот, на мой взгляд, вам было бы в этом состоянии комфортнее, но вы себе это запрещаете, вы себе это запрещаете, вот, вы себе этого не позволяете делать, к сожалению. Поэтому, вот, задача психолога, может быть, как раз, в том, чтобы, вот, вам помочь, вот, раскрыться несколько, да, и, ну, увидеть, например, что вы хотели бы, вот, в своей мнительности, от советов и так далее, вот, так, да, возможно, я с ней чересчурнулся Лима, она думает, что я что-то понесла и против нее в эти моменты. Это, вот, опять же, очень похоже на вашу проекцию, то, что вы говорите, но в ее процессе я почему-то расслабиться и расти себя, естественно, не могу, не знаю почему. А вот, ну, это поисследовать, поисследовать, потому что это ведь, ведь, это ведь проблема, вот, это ведь проблема, и проблема довольно серьезная, как мне кажется, вот, то, что, ну, то, что вы не можете расслабиться, вот, с ней. Поэтому, вот, я бы, не оставлял бы это на самотек, да, какой-то, а все-таки мы, вот, пришли, да, то есть, что там происходит, вот, вы начинаете бояться оценки, оценки какой-то. Вот, вот, вы начинаете думать, думать, что она, ну, вам что-то скажет, вот, еще может быть что-то. То есть, это лучше спокойненько нужно, 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 поисследоваться, вот. А, ничего в этом, а, такого, плохого или, тем более, тем более, а, ну, постыдного, да, нет. Но, это проблема, то, что, ну, то, что вы описываете. Вот, и, и, вот, то есть, вы говорите, не знаю почему, и потом пишете, ну, типа, все, сразу там, на, ну, на другую тему, да. Я переключаюсь, переключаюсь, да, вот. Ну, это, вот, как мне кажется, это, вот, свидетельствует о том, что вы не хотите туда идти, вот, в том, ну, направлении. Вот, и, и, ну, что, можно, что можно подумать. Ну, подумать, что, встивав, такое, такое вот положение дел, да, как будто бы фарф. Так, ну то есть выгоду какую-то вы с этого имеете, в целом смотрю, как она другими себя ведет, кажется, что это милая, веселая, обаятельная женщина, теплые слова говорят, обнимают, целуются искренне, сейчас только пришла мысль, получается дело вам, ну отчасти, отчасти дело в вас, потому что вы не уверены, и если человек не уверен в себе, в своих силах и так далее, то это вызывает, как я сказал, повышенный тонус у другого человека и желание себя более активно размещать. Дальше. Так, значит, в общем, нашла Гассана Камин, в среднем судьбе ровни мельбалты на одной кухне, наверное, если бы хоть одна из нас была мудрой, отношения были по разу и лучше, вот вторая нелетка у нее мудрее меня, она тоже не во вторге, но как-то ухудрилась с ней подлезать, стебет в игроке, за нее в огонь и в воду. Это вот большая опора на себя, большая уверенность в себе. По итогу всей этой фестоплески мы сможем решить построить себе рядом дом на этом же участке, но чтобы здесь в этом больше плюсов, я вижу больше минусов, считаю, что возможно, мне и хватит так-то не умничать по пытаемым вопросам, но с большей долей вероятности я буду обречен на бесконечные самоверные советы, как воспитывать детей. Вот, муж говорит, будет с ней разговаривать, ставит на место, говорит, что это она на своей территории, ведет себя как хозяин, а в нашем доме она такой, что себя не будет, и вроде как приезжая в гости, которая не резкая. Она ее жизнь не учит, правда, она живет на другом конце города и с игровой к ней ездит, когда проспросят за внуком, присматривать. Я думаю, тут ваша вместительность опять играет роль, и вы боитесь чего-то сами. И на самом деле мне кажется, что это, может быть, такая ваша реакция, может быть, из подспудного желания переложить часть ответственности на другого человека за то, что происходит. То есть, вот смотрите, вопрос, который хотел бы задать, да? Не тяготит ли вас то, за что вы отвечаете в своей жизни? Как по мне, лучше жить хотя бы в паре крема такой свекрови, чтобы я вмешательство в нашей жизни не было ежедневно. Но, возможно, я ошибаюсь и прав. Муж и мама со временем привыкнут, что все делаем по-своему. Или я научусь спокойно относиться к ее навязыванию самоуверенности, научусь грамотно реагировать, не обещая ее и не ущемляя свое мнение и свои интересы. Да, только самый бред, с психологом, да. Что скажете, как наладить со свекровью отношения? Ну, сначала нужно, я думаю, разобраться в себе и более полно опираться на себя. А уже потом, я думаю, что и со свекровью отношения у вас наладятся. А сейчас говорить об отношениях со свекровью, когда вы сами в себе не уверены, когда у вас внутри противоречия, когда вы говорите про то, что вы мнительны, про то, что на советы рассрашаетесь, вот, и так далее. Ну, пока сложно, сложно. Понимаете как, вот, сначала человеку надо ответить на вопрос себе. Где, где, где я в пространстве, в пространстве физическом, вот, где я в пространстве психологическом, вот. И потом, когда это будет сделано, можно говорить о том, чтобы другим людям это пространство также предоставить. А пока вы этого не сделали, на мой взгляд, будет тяжело. Вот. Иногда, я думаю, что легче развестись еще, пытаться наладить с его мамой контакт, стараясь меньше времени дома проводить, куда-то уматываю, но это явно убегание от проблем, как себя вести для налаживания отношений, стоит ли строить дом рядом, не приведет ли это к нехорошим последствиям. Стоит ли я обращать вам? Последствия не зависят от того, где вы построите дом, рядом или нет. Как вести себя для налаживания отношений? Вот смотрите, Диана, еще раз, еще раз. Еще раз постараюсь ответить вам на этот вопрос, чтобы вы поняли. Ага, 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 значит, чтобы, чтобы вести себя с человеком как-то, как-то. Ну и сначала понимать, где вы, знаете, чтобы адекватно реагировать на советы человека. Ну и понимать, чего и как хотите вы. При мнительности, неуверенности, тенденции к избеганию вашим, это все сложно сделать. Поэтому нет, 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 сейчас, ага, какого-то решения, КБРМ бы привело к налаживанию отношений со свекровью, со свекровью. Потому что это зависит не от поведенческой модели вашей, А это зависит от того, как, что вы конкретно транслируете, транслируете человеку. Вот. То есть, если вы человеку транслируете, уверенность в себе, если вы человеку транслируете, значит, четкость своих, ну, приоритетов, да, ценностей тоже. То это, это одно. А если вы этого не делаете, то это другое. Вот. И, соответственно, какую бы модель поведения вы не заняли бы, вот, вам это, ну, вот, не позволит решить проблему с выражением себя, ну, с самовыражением, точнее, себя. Вот. Вот. Поэтому, я бы не искал каких-то готовых решений, вот. А я бы, вот, начал бы их последовательно разбираться в себе. Вот. А то вы сейчас спрашиваете о том, что, стоит ли строить новый дом, ну, дом рядом. Вот. Уверен, что, не будете вы прислушиваться к мало знакомых людям, вот, по поводу вот такого, такого серьезного решения. Как, как, достройка дома. Вот. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Всего самого доброго. Абраётся. Абра migrate-burgая. Я надеюсь, что, для меня кто-то доходит, ну, это правда и hjнокласс ..